Кластеры могут, во-первых, быть экспертами в рамках форсайта, давая свое локальное скрытое знание, которое они не пишут в статьях на сайтах где-то, которое у них в голове, которое они выказывают в персональном общении друзьям. Это так называемое молчаливое знание. То есть вот это знание подключить к форсайту, экспертное. А с другой стороны, кластеры и менеджеры кластеров должны не только генерировать внутренние проекты этих кластеров, local community совместные, но и эти проекты, что самое важное, должны как-то быть отражены в форсайте, даже быть направлены с учетом форсайта. То есть, например, глупо было бы изобретать пейнджер, когда уже мобильная связь. Вот есть опасность, что когда вы в регионе, особенно если там далеко от Москвы, далеко от коммуникационных хабов, что ваши совместные проекты, что силы этого локального комьюнити будут направлены не на то. Не на то, что перспективы, не на то, что станет важным через 20-30 лет. Вот поэтому важно для кластерового менеджера и для региональных администраторов важно стать такими медиаторами между локальным комьюнити и глобальными трендами. Пока в России у нас эта система только находится в фазе становления. Субтитры создавал DimaTorzok